И главная, в общем-то, проблема, это называется эгоизм. Так как у физического тела есть свои болезни, например, распространенный грипп, онкология, разные болезни, простуда, у разума тоже есть болезнь. Это тоже вирус, он называется эгоизм. И как и у болезни тела, есть симптоматика, то есть кашель, насморк, температура, когда ты болеешь гриппом, но вирус вызывает грипп, как бы не кашель, а насморк. У болезни разума тоже есть симптоматика, симптомы. То есть это депрессия, это лень, это тоска, это чувство одиночества, это апатия, плохое настроение и все такое. То есть обида на мир, и тогда это все симптомы, это не причины. А причина в том, когда мне человек говорит, что вот помоги мне, да, или я там, у меня вот такие вещи, у меня депрессия, я не хочу жить, все никакого смысла нет. Я ему говорю, единственное, говорю, лекарство, забудь о себе, о своей шкуре и начни думать о других. Это прекрасно действует. И все сразу пройдет. Потому что как только разум выворачивается наизнанку, наоборот, и начинает служить другим, то есть твоя жизнь обретает, во-первых, смысл, ты сразу всем нужен. То есть и у тебя нет времени ни на лень, ни на апатию, ни на депрессию. Тебе вообще ни на что не хватает времени, потому что тебе все время нужно кому-то что-то помогать и делать. Потому что ты понимаешь, что у тебя просыпается сострадание ко всем вокруг. Ты понимаешь, что вот у этих проблемы есть, вот этим нужно помочь, и это хорошие люди, им нужно помочь, а это плохие люди, тем более им нужно помочь, чтобы они стали хорошими. И ты понимаешь, что у тебя столько работы в мире, у тебя столько всего нужно сделать, тебе просто нет времени, не на одиночество, потому что ты все время с людьми, ты все время должен быть рядом с ними, чтобы им помогать. У тебя никакой тоски, потому что просто некогда, ничего этого нет, ни депрессии. И тебе не лень, потому что нужно все время дергать себя, заставлять, и вот в этот момент ты начинаешь заботиться о своем здоровье. Потому что ты понимаешь, чтобы хорошо помогать другим, ты должен быть сильным. И тут ты понимаешь, что вот ради чего и кого ты должен быть здоровым. Потому что человек, даже когда, это известная история в центрах реабилитации алкоголиков, наркоман, ради себя человек не способен переступить через это. Когда разум поражен эгоизмом, этой болезнью, человеку наплевать на себя. В принципе. То есть он понимает, что его жизнь не имеет смысла. Он понимает. Поэтому, когда ему говоришь, там, у тебя будут болезни, ты умрешь. Он говорит, да мне наплевать. Ты же плохо себя чувствуешь. Да и пофигу. Ему наплевать на себя. У него нет стимула бороться, да, вот с наркотиками или с алкоголем. Но только дай, как говорится, да, человеку рычаг, куда приложить рычаг, и он перевернет мир. Дай человеку стимул, дай человеку цель. Ради кого или ради чего он должен это делать. Он должен с этим справиться. Это может быть близкий человек, да, в семье, там, ребенок или жена, или там, спасти семью. Ты должен там переступить через какие-то, то есть пойти на жертву, чтобы спасти другого. Вот, это самопожертвование. Либо там у тебя есть любимое дело, да, например, какое-то в жизни. Ты хочешь играть музыку, или ты хочешь вырезать по дереву, да, или писать картины. И ты понимаешь, что пока ты сидишь на наркотиках и алкоголе, ты грубишь свой талант. Ты не сможешь написать хорошие картины. То есть у тебя нет здоровья, у тебя разум неясен. То есть ты ясно не видишь мир. Твои чувства притуплены. То есть ты просто как оглушенный дубиной все время ходишь. У тебя ни сил, ни здоровья, ни понимания, ни мудрости, ни внимания, ничего. Ты ничего не можешь сделать для других. Но человек должен осознать эту грань. То есть перестать жить для себя, и ему нужно дать цель, ради чего или кого нужно жить. И начать с чего-то очень близкого. Когда меня люди спрашивают, с чего начинать духовную практику, куда бежать, спасать мир. Я говорю, вот мама рядом, пойди и помоги помыть ей посуду. Она очень устала это делать все время. Убери свою комнату, застели себе кровать, приберись в доме, помоги маме хотя бы дома. Вот это и есть начало самой настоящей духовной практики, очень сложной. Поэтому даже джапу, да, вот там, как Ваишнава читают джапу, да, там 16 кругов, это даже легче. Легче, да, от всего это двинуться, уйти в комнату и вот сказать, я занимаюсь духовной практикой, и сидишь, и крутишь круги, да, там джапу. Но гораздо сложнее встать пораньше там и пойти помочь маме помыть полы, посуду, приготовить затух и так далее. Это требует действий, это тяжело, и вот это и есть настоящая духовная практика. Конечно, все время помогать близким людям. Когда ты понимаешь, что ты в этом устоялся, да, как-то укоренился, уже такое пошло в привычку, тебе это уже не сложно, ты начинаешь помогать дальше другим. То есть я могу уже справиться у себя в доме, порядок навел, теперь могу помочь другим. И ты расширяешь свои возможности. То есть потихоньку, потихоньку все шире, шире, шире и больше. И к тебе начинают идти люди, потому что они видят, что у тебя в жизни все наладилось. Значит, ты понял какой-то секрет. И они придут к тебе обязательно спросить, что же за секрет, вот я такой. А тебе нужно сделать загадочное лицо и сказать, ну, знаете, мне, конечно, не очень хочется делиться волшебством. Это все-таки тайна великая, но вот есть одна книжечка. Или там вот я дам пару советов, так и быть, но только тссс. И все. То есть главное магия. А на самом деле все очень просто. Спасибо, Илья. Спасибо, здорово. Не нужно. А сигареты, да, надо, конечно, бороться. Ой, надо, надо. Никакой пользы, конечно. Говорю, одну деньги, деньги и здоровье уходят. И все. Ну, в общем-то, сами сейчас тебе его проповедовали. Ну, так все равно же стараешься. Говорю, понятное дело, что мне очень понравилось. Я понимаю, да, что я не могу пока справиться, мне не хватает сил. Потому что очень многое приходится другого делать и силы уходят. Если бы, например, я тоже там сосредоточился бы, сел бы, задвинул бы все остальное, я бы, наверное, с легкостью бросил бы. Мне не хватает, по-всякому что-то. Ну, мне очень понравилось. Прабхупада как-то сказал очень хорошую вещь. Тоже ему кто-то сказал, что, вы знаете, вы все время, ну, за здорового жизни, там, все такое, значит, принципы. А вот у вас вайшнавы, вон, там, пожалуйста, вот смотрите, вот они там, вот курят, да, вот один. А вам второй, там, вот, там, что-то там, коньячку накатил, там, да, вот вайшнав, там, а вы говорите, что они чистые люди. На что Прабхупада сказал, можно ли назвать грязным человека, который уже встал под душем моется? Он, конечно, еще не чистый, но уже не грязный, он уже стоит под душем. Да, он пока что не отмыл все, но моется, он старается, он занимается духовными практиками, да, какими-то, то есть, там, он работает над собой. Но пока, да, не может справиться, но прогресс уже есть, он что-то для этого делает, это самое главное. Главное не результат, главный путь все-таки идти по нему, не останавливаться, идти, делать все время, каждый день какие-то маленькие шаги к этому. Это важнее. Результат придет сам, если ты будешь стабильно, правильно идти, спокойно, уверенно и с постоянным таким давлением в радость. Это как в йоге, в йоге говорится, что не должно быть насилия над собой, но должно быть в радости. То есть, испытание не есть насилие. Это как вот спортсмен бегает по кругу, да, на стадионе 10 кругов каждый день. Ему очень тяжело, но ему нравится. То есть, отними у него это, он скажет, не, я хочу бегать. Но он же тяжело, реально тяжело, каждый день, тренировки. Но если он будет бегать 50 кругов, конечно, он просто упадет и скажет, все, я не хочу больше делать. В йоге то же самое. Выполняя любое движение, ты понимаешь, что ты должен его делать до такой степени, пока тебе вот есть напряжение, но еще не больно. То есть, боли быть не должно. То есть, организм не должен испытывать насилия, стресса. И тогда будет все в радость. Тогда он поймет, о, я могу еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и будет радость, достижение результата. Здесь то же самое. То есть, в любой работе над собой у человека должна быть радость. Сделал шажок? Отлично. Два слишком много? А ступи назад. Чувствуй, что не могу, пока не готов. Хорошо. Шаг назад, еще раз попробуем. То есть, медленно, спокойно и в радость, чтобы ты чувствовал, что пусть ты будешь читать один круг мантры, но в радость. Вот шестнадцать, да, тебе никак, но читай один, почувствуй, как она меняет тебя, почувствуй, как меняется настроение. И все. И с йогой то же самое. Не надо крутить два часа йогу каждый день или час, если ты только начал. Сделай два упражнения. Начни с двух. Два в день, бо. О, все, отлично. Почувствовал? О, круто. Хочу еще. Взял, прибавил одно. Окей. Почему нет? Ты можешь и это. То есть, я могу. То есть, все время есть такая формула. Я могу себе позволить. Вот. Никто тебя не заставляет. Ты делаешь все сам. Самостоятельно. Никто даже тебе не стоит на душу, не проверяет. Медленно, аккуратненько и в радость. Вот и все. Никуда спешить. Впереди вечности. Спешить некуда. Главное, чтобы в жизни радость была от всего, что ты делаешь. Спасибо. Все, наверное, да? Да, хватит. Давай, хватит.